Картины, они работают, вот образы, которые написаны на холсте, и только у меня, вообще, они работают на наше настоящее, на наше будущее. Эта картина продолжение одной из моих, которые вот, конечно, только на фотографии есть картина, «Жизнь» называется, и я покажу на фотографии только, к сожалению. Она осталась во Франции, их был пианист, очень известный там, и он почувствовал жизнь, она называется «Жизнь» там, надо рассказывать, показывать. Ну вот так, в двухставах, что получилось так, что я напророчила себе этой картиной нашего малыша. Сначала я написала, а месяца через два я узнала, что мы же делали вялочка. И тогда это мой образ женщины, в которую входит сила, которая зачинает, и вот не взяла ее жизнь. Потом вот эта картина, это уже продолжение, серия орлитинов и серия уже консящихся к ребенку. Она называется «В ожидании чего-то». Здесь хотела тоже чувство и цвета, и жеста, и ощущения у меня, чувство нежности и заботы. Вот папочка вот эта заботливая, мать на нее смотрит, заботы, как бы спрашивая, все хорошо у тебя, как себя чувствуете. А она такая, немножко отводит глаза, потому что это тайна, которая у нее происходит. Вот все-таки очень донистовая, когда она ждет ребеночка, это я писала тоже в таком же состоянии. То есть специально взяла такие цвета, но не просто так, оранжевые, и вот это все на красные, они... Это буддийская одежда, буддийских монахов. А саморазуемся, это жизнь, агун. И здесь, конечно, отработать на вот эту жизнь, да, которая будет. И зеленый цвет нашей, великий цвет жизни. То есть мы будем все вместе. Вот все это, такая вот, такая работа в ожидании чего-то. Это может быть и непосредственно, или, конечно, а вообще в нашей жизни. Если будем ждать чудес, то они будут происходить. Если мы их не ждем, то они не происходят. Это абсолютно точно. Даже вот были такие моменты в жизни, я вхожу из дома и говорю, у меня сегодня будет много чудес. Вот сегодня будет много качества чудес. И они все же начинают происходить. А если мы уходим из дома, и не ждем их, и не оставляем места для них, ну, то есть себе. Ну, им некуда деваться. Они так это посмотрят и говорят, а некуда. И дальше идут, ищут кому. Так что давайте ждать и быть открытыми, готовыми для чудес. Я разучусь. Их столько много, они происходят каждый день. Какой-то надо пустить себя. Я допустила. Пустила их себе двух человечков. Почти трех. Они будут у меня теперь жить. Вот так что теперь с ними придется с радостью жить, разговаривать, общаться. Картина, она когда поживет. Я видела потом, у меня очень интересно смотреть на картины, которые уже пожили у кого-то, ну, у своих хозяев, да? Они как-то меняются. Они немножко похожи на нас, на хозяев. Они как-то меняются по образу. Вот очень интересно. Вот интересно. И на хозяев они влияют тоже. Так что потом я хочу посмотреть, как они поменяются. Какие изменения происходят. Особенно это происходит с портретами. Тоже очень мощные. И я хочу еще добавить, что я тоже недавно это узнала. Есть еще одно искусство, как многие говорят, конкурирующие. А на самом деле нет фотографии, да? Фотография, потрясающий вид искусства, очень красивый. И причем очень много сейчас профессиональных фотографов, которые делают произведение искусства, шикарнейшие фотографии. Но фотография, это не будет конкурентом никогда живописи, потому что фотография это факт. Она как... Вот факт, вы его видите. А здесь картина, она дает информацию. Информация, она меняется. Она как книга, ее можно читать, ее можно все много раз, ее листать. Фотографию, с иномидным фактом, можно, конечно, любоваться тоже всю жизнь. Это абсолютно разные вещи, поэтому... Потрясающе, что еще больше хорошего и прекрасного в нашем мире поминается. И картина, вот она не всю эту информацию. И поэтому важно заказывать у нее добрую, хорошую информацию, ее ощущение о том. Мне кажется... А вы похожи. А, да. Вы похожи. Картины? Ой, а точно носики. Если косички есть, сейчас сделано. Да, разочек не сделайте. А это чушку вообще. Мне мама просто... Получилось так, что я уезжала все время в Питер учиться, а летом проводила выставки. И у нас приезжала пара из Англии. Купили много картин у нас сразу. Что купить, наверное, женщины, женские образы. Такие плавные женщины она купила. И одна картина была обезонно похожа на хозяйку. Она приехала звонить мне в Питер и говорит, Катя, ее купила она. Творта, которая изображена, она ее и купила. Она появилась, что мы себе писали. Не портрет делали бы? Нет. Я даже не знала. Они вот сами, вот они выбирают в комментарии. Я тоже часто заплетаю две косички. Да, так бывает. И вот так отложила меня. Не знаю, наверное, погибли. Но я заметила, что картину выбирает хозяйка. Даже не я, не хозяева. Я что-то не даю. Ну, да, вот там они, честно. Вот так происходит, например. Независимо от пожеланий, даже маленьких пожеланий. Это картина «Жизнь». Здесь женщина в позе эмбриона. И с этими цветами буддийскими. Волосы тоже у нее уходят бесконечно. И закручена она. И в нее входит, в лоно, в нее входит энергия. Ну, тут видно такие закрутилось. Все это круги, бесконечности закручиваются, входят и разворачиваются, и сворачиваются. Что? Ну, я вообще такой человек, немного к чему намешана, но я больше, вот, мне нравится, что в жизни ты играешь. И я говорю, когда много чего по-смешному. То есть ты к серьезному относишься, с юмором, и, возможно, там, к смешному, серьезному. На самом деле здесь все это навешано, что такой, вроде бы, тоже серьезный момент. Как это там, да, такая эпохальная вещь, рождение, беременность. В то же время это все везет, мы поиграем. Мы поиграем. И, в общем, со 60 тысяч годов здесь внимательно разделиться все прогрессу, и делиться все прогрессу. Будет, чтобы выучить. Я очень знаю.